Добрый вечер, ребята. Сегодня у меня очень необычный гость. Это повар. Знакомьтесь, повар Сергей Шихов. Здравствуйте, ребята. Сергей, вот давай представим такую ситуацию. Пришёл ребёнок домой из школы, да, сделал все уроки, отдохнул, погулял, вернулся и ждёт родителей. И вдруг раздаётся звонок. Звонит мама и говорит, мы сегодня с папой задерживаемся, так что скоро не придём. Приготовь себе что-нибудь сам покушать. И вот что ребёнок может сам себе приготовить? Ну, первое, что приходит на ум, это положить на кусочек хлеба кусочек колбасы или сыра и тем самым заморить червячка. То есть сделать обыкновенный бутерброд? Не совсем обыкновенно. Именно для этого я сегодня к вам пришёл в гости, чтобы показал, какие можно сделать бутерброды. Так, интересно. Давайте начнём. Ну, есть в каждом доме кусочки хлеба, правильно? Конечно. Прежде всего, чтобы начать что-то делать, нужно хлеб намазать маслом. Значит, вместо масла у меня есть сыр, мягкий сыр. Меня очень хорошо будет им намазывать, поэтому я намазываю бутерброд этим мягким сыром, который заменит мне масло. Так. Дальше я на это масло положу листик салата. После этого я на листик салата положу кусочек помидора, тоненький кусочек помидора. Так. Так. Порежу кусочек огурца. Положу два кусочка колбаски. Какой сложный бутерброд. Это не простой бутерброд. Давайте ещё третий кусочек колбаски. Угу. Так. Дальше я возьму кусочек сыра. Так. Так. И давайте я это всё сделаю ещё, спрячу под одним ещё кусочком хлеба. Вот так. И вот получится вот такой у меня бутерброд. Где наша тарелочка? Давайте-ка посмотрим. Вот наша тарелка. Опа. И вот это самый обычный бутерброд, который можно приготовить. Вот получился замечательный бутерброд. Я сейчас сделаю немножко необычный бутерброд. Он чуть-чуть сложнее. Мы будем делать домик. Это у нас будет пол. Так. Это у нас будет одна стена. Это у нас будет вторая стена. Это будет третья стена. Четвёртая стена. Мы возводим сначала стены. Для этого мы сейчас намажем наш пол в центре. Угу. На пол мы положим, значит, листик салата обязательно. Это будет ковёр на полу. Это будет ковёр на полу. Так. Значит, мы порежем помидорчик. Что это у нас будет? Давайте придумывать сейчас же. Давай. А это будет такой коврик. Давайте. Кругленький. Угу. Так. Коврик. Так. Дальше что у нас будет? Колбаску мы свернём. Давайте точно так же свернём колбаску. Это будет диван. Хорошо. На полу стоит. Отлично. 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 И давайте мы сейчас с вами сырочек вот этот тоже сделаем. Сделаем из него такой рулетик. Покрывало. Отлично. Угу. Всё. Дом у нас готов. Теперь давайте возводить стены. Значит, у меня есть маленькая такая формочка. Это я формочкой для сокращения для скорости сделаю сразу же в стенах окошки. Ага. Раз. И два. И теперь начинается самое сложное. Мы будем клеить. Мы клеим это всё на майонезу. На майонез. Обклеиваем здесь. Так. Так. На майонез. Посмотрите, раз, одна стена почти приклеилась. Так. Так. Стоит, стоит. Вторая стена у нас почти приклеилась. Так. Так. И теперь нам нужно приклеить вот эти стены. Так. И мы приклеиваем вот эту стену. Так. Так. Приклеили стену? Приклеили. Так. Приклеили стену. Ну и теперь будем клеить крышу. Так. Одна крыша. Так. И вторая крыша. Так. Вот так. Поклеили, конечно. О, получилась прямо избушка такая. Ну вот так вот. Получается? Получается. Получается. Вот такая вот у нас избушка. Угу. Избушка. Разве что не на курьих ножках. Угу. Ну что, давайте теперь выложим его аккуратненько на тарелку. Так. И получился у нас вот такой вот дом. Да. В котором стоит диван. В котором есть диван, кровать, ковер. Да. И разве что не хватает маленького... Человечка. Человечка. Угу. Сейчас мы сделаем с вами корабль. Корабль? Корабль. Так. Так. Значит, это будет у нас основание для нашего корабля. Палуба. Палуба. Так. Постелим сюда. Сделаем прослойку. Это будет у нас ватерлиния. Ага. Теперь на эту ватерлинию нужно положить колбасу. Ага. Это у нас будет... Вторая палуба. Вторая палуба вполне подходит к нашему кораблю. Теперь мы сделаем для второй палубы... Так. Так. И здесь мы должны с вами сделать, как у каждого корабля, должна быть сзади еще каюта капитана. Ага. Вот она, каюта капитана. Так. Теперь нужно нам украсить сверху вертолетными площадками. А, ну да. Это у нас будет такой корабль, авианосец. Авианосец под парусами. Ага. Ух ты. Это новое изобретение. Новое суперизобретение. Так. Это нужно, это все нам аккуратненько обрезать. Так. Это нам нужно куда-то сложить. Да. Давай сюда. Готово. Теперь нужно сделать мачты. Мачты мы сделаем из специально мною привезенных шпажек. Мы воткнем эту шпажку. Правильно? Так. И сделаем, соответственно, на нее парус. Вот одна шпажка. Ну, давайте двухмачтовый сделаем. Давай. Вот так. И для закрепления мачты мы возьмем немножко огурца. Так, два кусочка огурчика. Мы проложим сюда, вовнутрь положим. И давайте вот так попробуем его воткнуть. Вот. На. Один парус. Так. Вот уже похоже на яхту. Так. Теперь еще. Так. 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 Ну что, теперь надо его перенести нам на тарелку. Правильно? Конечно. Вот так. Замечательный получился бутерброд. Кстати, есть такая сказка, которая называется «Пряничный домик». Вот там весь домик был сделан из пряника, а внутри окна были сделаны из леденцов, кровати и стулья были сделаны из сахара. Был очень вкусный. А это у нас такой кораблик вот бутербродный. Сергей, а вот ты мог бы прийти к нам, скажем, перед Новым годом и научить ребят самим приготовить какое-нибудь новогоднее блюдо? Хочу гречь. Конечно же, я приду и покажу ребятам, что нужно сделать. И мы сделаем, возможно, печенье даже. Печенье? Печенье новогоднее со специями. Очень вкусное. Замечательно. Ну, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Мы прощаемся с вами. До свидания, ребята. Всего доброго. Продолжение следует...